Повышение качества железнодорожных перевозок в списке и целях, обозначенных государственной программой и социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края. Речь идет о безопасности и, разумеется, о комфорте пассажиров. Об этом мы сегодня говорим с генеральным директором компании «Кубань-экспресс-пригород» Максимом Жуковым. Максим Иванович, здравствуйте. Добрый день. Итак, начнем с вашей работы. Как удается компании держать планку конкурентно-преимущественного вида транспорта? Преимущество нашей компании – то, что мы, как вы понимаете, пригородный железнодорожный транспорт. В пробках мы не стоим, движемся согласно графику движения, расписания поездов. Поэтому преимущество одной из главных у нас является городская электричка, если вы слышали. У нас в городе Сочи, в городе Краснодаре есть поезда, которые ходят по территории города, минуя автомобильные пробки. График составлен движения так, что пассажиры могут приезжать в утренние часы, минуя автомобильные пробки, и возвращаться обратно домой в вечернее время, также минуя автомобильные пробки. Сокращается, естественно, время в пути от точки А до точки Б. Вот это как бы одна из первых главных наших причин и преимуществ, которые мы гордимся. Вторая, естественно, это безопасность. Вы прекрасно знаете, что электропоезда у нас оборудованы различными системами устройств безопасности. Все перечислять, я думаю, у нас эфира не хватит. Основные, конечно, причины – это общественный порядок у нас. Совместно с МВД мы проводим сопровождение в электропоездах. Также электропоезда оборудованы у нас кнопками связи машинист-пассажир с целью того, чтобы пассажир в случае какой-то чрезвычайной ситуации мог сообщить правоохранительные органы. Также вагоны оборудованы видеонаблюдением. Это помогает обеспечивать и организовывать безопасность движения во время пути или на стоянках. То есть общественный порядок. Вот я считаю наши два основных преимущества перед автомобильным транспортом. А вот хочу немножко уточнить по поводу кнопки вызова. Это касается только безопасности или вдруг, если пассажиру стало плохо, к примеру, в дороге? Абсолютно. Если сердце схватило, что-то случилось, то есть со здоровьем человека, естественно, можно вызвать как правоохранительные органы, так, естественно, МЧС, скорую помощь. У нас это часто бывает, что в пути следования человеку становится плохо. Естественно, должна быть связь. Связь у нас есть. Вызываем. Машинисты ближайшему диспетчеру сообщают. И на ближайшей остановке приезжают скорая помощь. И, естественно, оказываем первую медицинскую помощь людям. Ну и в продолжение темы, как раз говоря о преимуществах, давайте поговорим подробнее о таком проекте, как городская электричка. И еще какие у вас проекты существуют? Ну, как бы у нас проект городская электричка, как бы новый, он запущен у нас и реализовывается довольно недавно. Я имею в виду, это именно те короткие маршруты, которые позволяют сейчас пассажирам не на далекие расстояния ездить, а именно пользоваться в пределах городской агломерации. Данные поезда, естественно, у нас оборудованы, новые, довольно-таки мы стараемся уже уходить от старого подвижного состава. Ну, естественно, их ставим на линию именно в городе, чтобы это было красиво, удобно и комфортно. Были кондиционеры и дополнительные мягкие кресла, естественно, как вы видите, тоже подвижный состав «Ласточка» довольно приличный у нас. Он ездит у нас в городе Сочи, курсирует также по Большому Сочи, Адлер, Роза Хутор, Эмитинский курорт, Лазаревская, ну и дальше на ТОПСа идем. Какие у нас еще проекты перспективные? Проектов у нас, конечно говоря, очень много. Второе у нас, конечно, основная наша задача – это обновление подвижного состава для того, чтобы мы могли привлечь пассажиров, потому что пассажир у нас тоже уже стал такой, что АБЭ на чем не хотят ездить, люди хотят комфорт, люди хотят быстро доехать, поэтому это наши очередные проекты, связанные с обновлением подвижного состава. Городская электричка наверняка пользуется спросом большим? Да, городская электричка у нас, как показала практика, с начала года мы запустили в Краснодаре, в городе Сочи, немножко поправили графики, запустили поезда, короткие я их так называю, по Краснодарской и Сочинской агломерации, и мы увидели, что пассажиропоток у нас порядка в 2,5 раза вырос по сравнению с началом года. То есть видно динамика роста пассажиров, видно востребованность этого проекта, видно, что люди хотят и пользуются нашим транспортом. А стоимость проезда по городу в электричке там какова? Строимость проезда по городу у нас зависит от тарифного регулирования департамента цен Краснодарского края и регулирует нас согласно ставке 10 километров, то есть за одну зону, ее так называют зона проезда. В Сочи она составляет, у нас дробная часть идет, зависит от 10 километров длины участка, скажем так, люди платят. И проезд, естественно, у нас, если сравнивать с Краснодаром, мы даже на некоторых участках ездим более дешевле, я у нас цены уже озвучивать не хочу, потому что 10 километров, вы понимаете, зона, то есть 20 километров это уже идет за две зоны оплата. То есть вот в Краснодаре мы на некоторых участках даже как бы конкурируем пока с автобусами. Но если в Сочи можно, это, конечно, так и не скажем, нас отрегулировали, потому что подвижной состав, как вы понимаете, он дорогостоящий, немецкий, и тарифы закладываются тоже в тарифе у нас сидят эти поезда, чтобы вы тоже понимали, как бы сидят в расходах наших и в себестоимости, то есть поэтому немножко тариф отличается, он выше, чем, к примеру, на севере, скажем так. Потому что на севере у нас мы используем, как правило, подвижной состав модификации ЭД, это такой состав российского производства. Вот, это что касается тарифов. Ну, естественно, главная наша задача, с которой мы постоянно, ежегодно боремся, мы просим департамент цены тарифов, конечно, удерживать цены, не поднимать их. Вот сейчас у нас порядка двух лет мы продержали динамику цены, и у нас не было роста. Рост будет вот только сейчас, в конце года, как бы пошел рост на проезд. Поэтому тоже это одна из наших основных задач. Естественно, мы не хотим поднимать цены, потому что если мы будем поднимать цены, прекрасно все понимаете, люди будут просто уходить. Ну да. Поэтому, вот, кстати, тоже, если вы жительница города Сочи, то, знаете, у нас в 2017 году, начале 2017 года, до 2017 года в городе Сочи, проезд в электропоезде «Ласточка» составлял 70 рублей. От Адлера до Розы Хутора. Естественно, проведя огромные переговоры, мы провели экономическое обоснование с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, сумели доказать департаменту цены тарифов Краснодарского края, что цена должна быть меньше. И она была снижена в 2017 году с 70 рублей до 50 рублей. То есть это вот одна тоже из наших ключевых, еще раз повторяю, задач, пригородный транспорт сделать более доступным для всех слоев населения и комфортным. А вы говорите о грядущем повышении тарифов, касаемо всех маршрутов, и городской, электрички, и пригородной? Как правило, да. Индексация у нас ежегодная проходит, она у нас идет порядка инфляции, то есть процент небольшой составляет, поэтому она ежегодная. Мы все прекрасно понимаем, что у нас ежегодно Центральный банк устанавливает нашу индексацию, и мы, естественно, сколько она будет, 3-4 процента, я, честно говоря, сейчас пока не знаю еще. Ну вот, я думаю, что не выше этих цифр. Давайте подробнее поговорим о состоянии подвижного состава. Ну вот по ласточке видно, что все превосходно, что касаемо остальных. Да, подвижной состав у нас, как бы особенно, я повторюсь, северное направление наше, желает иметь лучшее, потому что у нас не все составы оборудованы системами кондиционирования, есть такая проблема по северу. Поэтому в приоритет мы поставили ласточки на юг. Естественно, температурный режим – это очень важная составляющая в пути следования каждого пассажира. Но хочу сказать, что также мы прорабатываем с компанией российские железные дороги. Этот подвижной состав, который мы используем на наших маршрутах, он арендован, хочу подчеркнуть, у российских железных дорог. В РЖД ведется огромная программа, мы в ней участвуем постоянно, ежегодно по обновлению подвижного состава в целом. По всей стране, как бы не только в Краснодарском крае. Поэтому я думаю, что Москва не сразу строилась, и со временем мы обновим весь подвижной состав и достигнем того уровня подвижного состава, как у нас сейчас на нашем побережье курсирует электропоезда «Ласточка». Может быть, это будут не поезда «Ласточка», есть много других составов интересных, которые сейчас выпускают российские заводы, российские промышленники. Это электропоезда «Иволга», может быть, вы их слышали, появляются у нас такие. Есть те же составы «ЭП-3Д», то есть модификация, которая уже ничем не хуже электропоездов «Ласточка» и не уступает им. А может быть, даже лучше, да? Ну, наверное, тут, конечно, технически можно поспорить, как бы специалисты могут поспорить в этом. Но, тем не менее, я думаю, что не уступают. Это однозначно. Ну, по комфорту пассажиров, я имею в виду. По комфорту, да. Ну, и тут же еще технические характеристики учитываются тоже при различных ситуациях, столкновениях, не дай бог, и движения хода. Ну, то есть можно говорить о том, что в ближайшем будущем мы все-таки уйдем от деревянных лавок и приблизимся вот к такому комфорту. Хочу сказать, что мы уже ушли от деревянных лавок, и на маршрутах Краснодарского края у нас уже нет деревянных лавок. Это я вам хочу с полной ответственностью заявить, что в этом году мы ушли от деревянных лавок. Последние поезда на наших дальних маршрутах, которые были с деревянными лавками, мы поменяли их, обновили с помощью программы российских железных дорог. И заменили этот арендованный подвижной состав на более-менее лучший. И, естественно, конечно, да, это наша цель. Я думаю, мы к ней рано или поздно придем, что 100% обновим весь подвижной состав и приведем его в нормальный, комфортабельный, достойный для пассажиров поезда. Что касается Сочи, какие там наиболее востребованные поезда? Ну, город Сочи у нас, естественно, мы все прекрасно понимаем. У нас направление от Лазаревской до Сочи, наверное, и автомобильный транспорт, все прекрасно знают. Это наш такой хороший маршрут в утреннее и вечернее время. Это Роза Хутор, естественно, Сочи Роза Хутора. То есть, ну, все Большое Сочи, это наши все востребованные и хорошие маршруты, которые у нас постоянно наполняются и востребованы. Возвращаясь немного к тарифной политике, я хотела бы поговорить с вами о льготах. Существуют ли льготы для пассажиров? Какие и для каких категорий граждан? Да, это, кстати, я, вот вы мне правильно заметили, это третье преимущество пригородного железнодорожного транспорта. Вернемся к первому вопросу, который мне задавали. У нас есть льготы, которые мы предоставляем нашим пассажирам. И эти льготы только есть у нас. И именно пригород является наиболее социальным, адаптированным проездом. Федеральные льготники у нас ездят все бесплатно, региональные, естественно, используются, в том числе учащиеся, с 50% скидкой. А скажите, есть ли такая услуга, ребенка одного можно отправить без сопровождения родителей? Это вы имеете в виду, как сейчас детское такси у нас практикуют? Ну, у нас, к сожалению, такого сейчас еще нет. Это, естественно, должен быть сопровождающее лицо, потому что это дополнительная, скажем так, сервис-услуга. Но можно и об этом подумать, в принципе. Ну, вот вроде РЖД вводили такую услугу, то есть выделяется сопровождающий ребенок, но там, по-моему, категория от 12 лет, по-моему. Там РЖД, понимаете, проще в чем? В том, что в вагоне, в вагоне пассажирском существует два проводника, которые обеспечивают только лишь один вагон. За пределы другого вагона они не выходят. У нас же разъездные билетные кассиры, они у нас проходят, их у нас два, порядка там три-четыре человека. Они должны обслужить все плечо, и плюс они должны именно обилетить человека, то есть у них другого немножко функционал. А в РЖД у проводника функционал, как вы знаете, дать белье, налить чаю. Ну, естественно, если попросили присмотреть за ребенком, естественно, она его посадила в купе, ну и какую-то ответственность уже непосредственно несет. То есть за ребенком, потому что, я считаю, нужно закреплять непосредственно человека, как говоришь, вот Иванов Иван Иванович должен быть, или там Мария Ивановна. Чтобы, конечно, родители могли спокойно проехать. А у нас, как бы, вы понимаете, что мы немножко приравнены к троллейбусам, к трамваям, к автобусам, как бы. Ну, представьте, как вот это, дополнительную услугу сделать в трамвае. Нужно, значит, какого-то человека закрепить, помимо кондуктора, какого-то вожатого сделать в вагоне. То есть, ну, это, конечно, может быть затратно, но, тем не менее, почему нет, над этим нужно поработать, просчитать и посмотреть, будет ли это пользоваться спросом. Есть ли у вас услуга, похожая на услугу Аэроэкспресса по перевозке пассажиров из аэропорта в город? Да, конечно, у нас есть такая услуга. Наши поезда заходят в аэропорт Адлер. И проведя также совместную работу за последние годы с руководством аэропорта Адлер, мы увидели пассажиров, в конце концов, пассажиров узнали о нас. Мы поставили терминалы в чистой зоне прилета и также в грязной зоне у нас стоят терминалы самообслуживания, которыми могут пользоваться люди, которые прилетели с самолетом, вышли только что. И за последние годы, да, мы развесили очень много там рекламы нашей, то есть есть расписание у нас, люди могут обращать на это внимание. Поэтому, да, мы запустились, мы неплохо сейчас накатываем этот маршрут. Пассажир идет, конечно, хотелось бы больше, но я думаю, перспектива будет за этим тоже маршрутом. В праздничный период особенно мы это видим или какие-то мероприятия, которые проходят в городе Сочи. Пассажиры идут и у нас есть такая услуга, да, вы можете из аэропорта доехать до Адлера, то есть также без пробок, до Сочи, минуя автомобильные пробки, с комфортом прокатиться в наших поездах «Ласточка». Ну да, это очень удобно. Может быть, проблема в неинформированности? Как вот, например, можно узнать о новых каких-то услугах, которые вы вводите? Ну, во-первых, о всех услугах и ознакомиться с расписанием движения наших поездов каждый пассажир может в билетной кассе, любой пригородной, которая расположена на железнодорожных вокзалах, а также на нашем сайте «Кубань.Экспресс.Пригород». В интернете можно зайти и ознакомиться со всеми интересующимися вопросами. В соцсетях вы присутствуете? Ну, конечно, у нас есть свой официальный сайт, да, и в Инстаграме у нас программисты работаем, то есть во всех социальных сетях мы присутствуем, да, и стараемся, естественно, чем больше мы говорим, чем больше мы заявляем о себе, тем больше нас узнают и начинают пользоваться нашими услугами. Вот в том числе, я вам говорю, и аэропорт. Аэропорт очень продуктивно провели там размещение наших стендов с расписанием, то есть люди начали видеть, нам позволили поставить терминалы там, самообслуживание, наши там администраторы, кассиры ходят, то есть и продают билеты на поезда. Естественно, будущее за продвижением продуктов. Ну, все-таки мне еще хотелось немножко по ласточке поговорить. Она, наверное, сейчас наиболее востребованная, да, среди населения Краснодарского края? Ну, конечно, она не только востребованная. Вы не планируете увеличивать маршруты? Она еще и популярностью пользуется. Увеличивать маршруты. А у нас, в принципе, мы уже, как бы, у нас создана сеть маршрутная есть, мы только можем увеличивать количество пар электропоездов, то есть добавлять на линию, добавлять, делать большее количество пар или меньше. Естественно, мы летом, когда у нас приезжают пассажиры с других городов на наш курорт, наш пассажиропоток с 25 тысяч в сутки, если взять это полностью по краю, может доходить до 45 тысяч пассажиров. Естественно, мы должны принимать какие-то меры по полному удовлетворению поездки пассажира. Мы занимаемся дополнительно, прицепляем составность, увеличиваем, то есть электропоезда, к примеру, ласточки могут ездить 5-ти вагонами, 10-ти вагонами. Если мы видим, что 5-ти вагонный состав начинает уже наполняться, мы бьем в колокола, информируем РЖД и просим их, чтобы они нам добавляли подвижной состав и превращаем его в 10-ти вагонный подвижной состав. Если мы видим, что на линии не хватает количества пар поездов, что также они все у нас востребованы, забиты, то мы, естественно, прорабатываем вопрос о назначении дополнительного рейса электропоезда. Но это, как правило, у нас бывает летом и зимой, именно вот Сочи, Роза Хутор, много горнолыжников приезжает, там мы проводим интенсивно эту работу. Ну и, естественно, летом, когда у нас наступает курортный сезон. Это у нас ежегодно, мы отслеживаем, мониторим и вручную регулируем наши поезда. Ну, вот, кстати, мы не поговорили о том, как прошел летний сезон, это же самый такой активный сезон для железнодорожников. Да, да, да. Сколько перевезли пассажиров? Я вам сказал, да, до 45 тысяч в сутки доходит у нас в летний сезон. Это самый пиковый, самый горячий сезон, естественно, да, и тут у нас с пассажиром проблем вообще нет. А осенний-зимний период? Ну, осенний, скажем так, немножко начинает уже хандрить. Зимний, еще раз говорю, за счет Сочи у нас также курортники едут. Ну, опять же, да, курорт. То есть там не сильный спад идет или все-таки в половину? Ну, конечно, лето перебивает зиму, это однозначно, да. Летом все-таки вы понимаете, что каникулы у нас длятся больше, чем зимние, летние. Я думаю, за счет этого люди больше планируют все-таки летом выезжать и почаще, чем на зимних каникулах. А есть у вас статистика, сколько ежедневно пользуется пригородным и железнодорожным транспортом у нас людей? Так я вам озвучил, 25 тысяч в сутки, мониторим каждый маршрут. У нас есть специальный аналитический отдел, который занимается мониторингом каждого маршрута. То есть мы наблюдаем пассажиропоток в каждом поезде. Ну, все, я желаю вам удачи, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.